В селах много людей, которые эффективно используют придомовые территории. Кто-то из сельчан занимается животноводством, а другие выращивают овощи и фрукты и получают с этого прибыль. Бизнес можно построить на чем угодно. Главное иметь большое желание, такое как у жителя аула Берлисунбек в Жамбулском районе Улыббека Укмата, который активно развивает бизнес по выращиванию дождевых червей, способствующих получению биогумуса. Биогумус является отличным природным удобрением. А для того, чтобы его получить, используются черви, которые пропускают корм через кишечник, насыщая его полезными веществами. Это и есть биогумус. В качестве субстрата используются очистки из картофеля и прочих овощей, а также фруктов. Перепревший навоз, прилая листва, скошенная трава, падалица, другие пищевые отходы. Вот, видите сами, выпуск продукции составляет одну тонну. Производство со временем вырастет. Чтобы разместить червей, необходима определенная площадь. Тут площадь составляет 850 квадратных метров. Со временем увеличится площадь. Калифорнийские черви – это разновидность дождевых червей, выведенная для получения качественного биогумуса из органических веществ. Он считается одним из лучших натуральных, экологически чистых удобрений. Красных калифорнийских червей можно без особых сложностей выращивать в домашних условиях. В личном подсобном хозяйстве или на дачном участке. Польза есть от этого. Гумус можно применять и здесь, и в теплицах. Для нас, жителей села, это отличный заработок. Мы не сидим сложа руки. Использование химических удобрений приводит к истощению почвы и снижает содержание в них жизненно важных органических веществ. И лучшей альтернативой традиционным видам удобрений, в частности навозу, является биогумус. Отрадно, что ряды фермеров, занимающихся этим бизнесом, увеличиваются. Производством органических удобрений сегодня может заниматься каждый желающий. Все, что нужно, это горсть земли и самое главное, большое желание. Ринальд Рахматуллин, Айкон Акпарат. Рахматуллин, Айкон Акпарат.